всем привет сегодня я вам покажу стрижку которую мы переделываем по желанию клиента то есть девушка у меня до этого наша модель носила асимметрию теперь мы с вами уходим от асимметрии и делаем ей короткий боб вот я вам показываю длину видите у нас с левой стороны короткая а с правой стороны идет на удлинение так вот пожелание моей клиентки не делать короче чем у нас левая сторона поэтому я ориентируюсь и контрольные у меня с вами длина именно левая сторона по ней мы ориентируемся и делаем нашу правую сторону мы с вами стрижем как бы до выравнивая линию слева направо по диагонали для того чтобы понимать вот эту вот длину который у нас задано изначально нашей длиной стрижки но я видите начала сейчас по диагонали но я вам сейчас покажу как сделать легче и быстрей у нас с вами еще расскажу контрольная длина это слева мы поднимаем волосы к нашей контрольной пряди под углом тут угол на самом деле не обязательно какой-то придерживаться у нас здесь важная длина по желанию моей модели было именно то чтобы сохранить нижнюю длину и выровнять стрижку не сделать короче чем слева то есть приблизить лево к право так вот мы поднимаем с вами на нашу контрольную длину и по прямой то здесь не по прямой а получается по линии изгиба головы по форме головы мы с вами делаем линию то есть продолжаем слева направо здесь у нас получается 1 длина обязательно проверяйте выравнивайте вот видите я делаю проверку по длине у нас лево и право должно с вами совпасть быть одинаковым как только мы с вами это все сделаем дальше мы уже начнем приступим к стрижке потому что у нас задано будет длина и низ мы с вами спокойно подведем к нашей длине вот видите я начинаю продолжаю не начиная продолжаю нашу стрижку также по диагонали то есть я свожу линию здесь вот видите мне не очень удобно мы по диагонали с вами простригаем каждая прядь у нас является контрольной для следующей либо наоборот каждое предыдущие прядь является контрольной для следующей пряди то есть у У нас с вами контрольная прядь, переходящая. Здесь, видите, мне не очень удобно делать проборы, поэтому те, кто любитель ровных прямых проборов, закройте глаза на это. У меня камера стоит под рукой, и мне совершенно неудобно, но я хотела вам показать вблизи, как я это делаю. Стрижем мы с вами по диагонали, и мы выравниваем линию. Контрольная линия у нас с вами является верхняя, она у нас задана длиной, еще раз повторю, с левой стороны, потому что левая сторона у нас с вами короче. Мы с вами простригаем эту форму, не укорачиваем, как вы видите, низ. У меня длина сохраняется внизу, то есть на линии нижнего затылка, то есть на шее окантовочная линия сохраняется. Обязательно поправляйте голову клиента, потому что иногда клиент начинает думать о чем-то, либо рассказывать вам что-то, и голова у него уходит в привычное для него положение, а вам надо стричь именно так, как удобно вам. Значит, следующий блок, который мы с вами отделили, мы с вами уже здесь создаем нужную нам форму. Так как у нас это короткий боб, мы с вами должны создать линию, которая будет под 45 градусов. Что мы делаем? Мы делаем нашу центральную прядь, берем, вот я вам здесь на схеме показываю, у нас будет натяжение 90 к голове, срез будет под 45, и вы начинаете вводить нашу новую линию в линию, которая у нас прострижена была в первом блоке. Центральная линия у нас с вами будет перпендикулярно полу, а уже дальше мы с вами переходим в диагональ. И последние 1-2 пряди, которые уже ближе к уху, то есть ближе к височно-боковой зоне, вы будете подтягивать к своей контрольной пряди. Вот сейчас вот обратите внимание, все мы с вами перешли на диагональ. Делаем мы с вами, держим натяжение 90 градусов пряди к голове. Ориентируемся уже на заданные, вот я вам показываю, контрольные пряди, которые мы с вами простригли. Одна у нас нижняя контрольная прядь, это из нижнего блока, и верхняя контрольная прядь, это с центральной линии, которая у нас с вами задана длина. И начинаем простригать. Натяжение 90, срез 45. Вот здесь в этом случае, видите, я разделила на 2, но вы можете не делить, здесь можете подтянуть, если волосы потоньше, вот эти 2 пряди уже к своей контрольной линии, заданной перед. Это делается для того, чтобы у нас не зарезать ухо, и у нас идет все-таки с вами боб, поэтому у нас ушки не очень короткие, они есть. Линия идет на удлинение к лицу. Если вы правильно простригли, и рука у вас не уехала никуда, у вас будет получаться угол 45 градусов. Вам схематично я показала. То есть нижняя линия, видите, вот я делаю натяжение, у вас будет перпендикулярно к голове, а верхняя линия вот этой пряди будет под 45 градусов. Дальше мы с вами переходим, опять же, на следующий блок, так как мы с вами стрижем блоками. Неудачная идея, если вы будете сразу же всю зону простригать, сверху до низу, лучше берите маленькими блоками, это просто удобнее работать. Так, чтобы у вас, вы не забывайте, что работаем мы на две фаланги, поэтому пряди себе оставляете такие, чтобы вы срезали. Вот, вот посмотрите, ровно на две фаланги. Значит, натянули центральную прядь, поставили наши пальчики по линии, которую вы уже создали, и продолжаем вводить наш новый блок в линию, которую мы с вами нарисовали. Это обязательное условие. Опять же, натяжение к голове перпендикулярно, то есть 90 градусов. Вот я вам показываю, что уже дальше я перешла на диагональ. Это для того, чтобы мне не выкручивать спину. Обязательно, кстати, поправляйте голову клиента. Видите, моя клиентка мне много чего рассказывает. интересного. Поэтому отвлекается, и голова у нее уходит в сторону. Поэтому обязательно, обязательно смотрите и поправляйте, потому что от того, как сидит ваш клиент, у вас будет точность стрижки. Здесь перешли мы с вами на диагональ. Натяжение еще раз 90. Вы пальчики поставили. Вот здесь я хорошо вам показываю, что я ввожу последнюю, либо две последние пряди к предыдущей пряди подтягиваю, контрольной. А так у нас с вами все время прядь переходящая, только ближе уже к ушку. У нас она не переходящая, а мы наложением пряди на прядь стрижем последние две пряди. То есть удлиняем к лицу нашу линию. Переходим направо. Все то же самое. Переходим на диагональ. Еще раз повторю, центральный у нас с вами идет прямо, то есть перпендикулярно полу. А дальше мы с вами переходим на диагональ, для того, чтобы не менять форму вашей, скажем так, стойки. Если вы будете стричь так же перпендикулярно, вам придется сильно изгибать спину, заламывать шею, руки. Все это очень неудобно. И если вы работаете долго, то вы понимаете, что к концу стрижки вы уже будете никакая. Обязательно берегите свои ручки, обязательно берегите спинку, потому что в дальнейшем вам все это еще пригодится. А на самом деле вылечить вот эти болезни наши, прихмахерские, профессиональные, практически нереально. Мы их можем поддержать. Как вот мне врач говорит, бросайте работу, и у вас все пройдет. Но мы же не можем бросить нашу работу, да? Потому что переучиваться на другую, ну, как-то не хочется. И мы работу свою любим. И когда мы можем приносить радость, это, знаете, это самое большое удовольствие, что мы именно доставляем радость нашим клиентам. И когда клиенты к вам идут, ну, с большим прям воодушевлением, с радостью, и любят вас, и вы просто член семьи. Да, кстати, сейчас я коротко вам скажу. Значит, еще хотела вам одну вещь сказать. Значит, здесь мы с вами, опять же, видите, у нас следующий блок. Опять мы продолжаем линию. Я сейчас вам уже не стала. Тут 90-45. Вы должны четко продолжать линию, которую мы начали. И то же самое, как в предыдущих блоках. Там одно и то же натяжение, один и тот же срез. Пожалуйста, сохраняйте. У нас с вами контрольная прядь, переходящая, кроме двух последних линий, двух последних прядей. Так вот, что я вам хотела сказать. Получается, что под моим видео вы мне всегда пишите комментарии. Спасибо вам большое. И критика спасибо. Я стараюсь учитывать все, учусь, да, на ваших вот комментариях. И то, что вы меня хвалите, поддерживаете. Мне это все очень приятно. Живое общение, пожалуйста, давайте продолжайте со мной. Я хотя бы понимаю, что я работаю не зря. Но я вам говорю много. Да, я стараюсь говорить много, для того, чтобы вы все-таки услышали, усвоили. Все время некоторые находятся люди, которым не нравится, что я много говорю. Понимаете, если вы такие талантливые, и вы можете без звука, да, и без моих объяснений понимать, что я делаю, вы просто, пожалуйста, выключайте звук. Я на самом деле люблю поговорить. Я это не скрываю. И мне хочется донести до вас все, ну, просто очень важное, как я считаю. Потому что есть действительно талантливые люди, которым не нужно объяснение. То есть, как вы говорите, очень много воды я лью и так далее. Да, может быть, для кого-то это вода, а для кого-то это необходимо. Люди есть, которые тяжело усваивают и тяжело понимают принципы работы. Поэтому я стараюсь очень четко вам все объяснять. Поэтому еще раз прошу вас, если вам не нравится мой голос и не нравится, что я говорю очень много лишнего, пожалуйста, выключайте звук. Для вас это не важно, а для других это важно. Ну, наверное, это я хотела сказать. Ну, а в принципе, то, что я показываю, это мои реальные клиенты. Я специально модели не приглашаю на стрижки, потому что у меня просто на это нет времени. Я занимаюсь обучением и онлайн, занимаюсь обучением и оффлайн, то есть в своей студии. Я специально ее организовала для того, чтобы вы приходили и обучались. Вот, у меня здесь совершенно мало времени, плюс еще очень много времени занимает, конечно же, на то, что я монтирую для вас видео. И заметьте, это я делаю бесплатно, для того, чтобы вы могли понять и научиться. Поэтому извините те, кого я раздражаю своим голосом, и поддержите меня те, кому все-таки нравится мое объяснение. И я стараюсь именно для вас, потому что я такая же, как и вы. Я прошла много, я училась много чему сама. Понимаете, мой стаж уже за 25 лет. Я работаю уже достаточно давно. Как вы видите, я не очень молодая девушка. И в то время, когда я начинала, вот эту информацию взять было негде. Сейчас у нас с вами все доступно, и ютубы, и курсы, и все, что угодно. Вы можете посмотреть, научиться всему. Но то, что я вам даю, я приобрела за эти годы самостоятельно. Конечно же, я ходила, обучалась много где. Но попробовав все техники, все обучения, которые там я проходила, вы понимаете, для себя берешь что-то одно, что-то самое основное, которое тебе ближе. И когда ты видишь этот результат именно в какой-то технике, в каких-то элементах, которые ты берешь, какие-то особенные, вот ты услышала от обучения, новости для себя, скажем так, да, и ты начинаешь их применять, и получается шедевр. И ты понимаешь, что людям это нравится, что человек у тебя каждый индивидуален, у каждого своя стрижка, нет шаблона. И когда ты понимаешь, что клиенты возвращаются именно к тебе, были, естественно, моменты, когда я там меняла место работы, уходила с одного на другое. Или клиенты тебя находили. И именно твой неповторимый стиль, который собран из многих техник, из многих методик. Поэтому, когда вы учитесь не только у одного мастера, а у многих, это большой плюс, потому что у каждого мастера есть своя фенечка. И я вам пытаюсь свою фенечку дать. Возможно, вам моя фенечка пригодится, вы будете ей пользоваться. Конечно же, существуют разные техники. Поэтому вы выбирайте и создавайте свою. Ну, вот здесь вот коротко о наболевшем. И продолжаем с вами стрижку. Как вы видите, я не меняю угол, я не меняю форму стрижки. У меня здесь идет градуированная форма. Еще раз вам напомню. У нас с вами боб. Идет короткий боб. Градуированная форма. Это, соответственно, я сохраняю угол среза под 45 градусов. Вся стрижка у меня именно такая. Удлинение у меня идет на последних прядях, которые ближе к уху. Вот сейчас посмотрите, что я делаю. Я делаю обратную диагональ для того, чтобы сделать проверку. Делаем проверку. Я стригу, как видите, проверку делаю методом поинтинг. На самом деле, это не важно, как вы ее будете делать. Но так как у меня кудрявые волосы, я облегчать, то есть дальше филировку делать, ну, не буду. Буду в основном только у лица. Потому что девушка носит всегда в кудрявом варианте. Она не вытягивает себе волосы. Для того, чтобы была пышность и кудрявость больше, мы с вами волосы не филируем. Если вы их отфилируете, то, вы понимаете, будет разная длина на концах. И волос будет мягко входить один в один. Как зубчики у расчески, если вы понимаете, да. И получается, что при вытягивании у вас волос получится более гладкий, его легче вытянуть. Но если кудри, нам нужен тяжелый срез для того, чтобы волос отталкивался друг от друга и создавался дополнительный объем. Вот посмотрите, как уже красиво получается у нас с вами на затылке. Теперь мы с вами переходим к виском. Я постаралась тоже вам получше это показать, потому что многие пишут, что виски не показывают люди, как стригут. Вот, обратите внимание, пожалуйста, на виски. Я вроде в своих видео стараюсь показывать все зоны, ничего не пропускаю. То есть, ничего не прячу, никаких доработок нет. То, что я стригу, я стригу действительно перед вами. Еще раз повторю, у нас с вами левый висок был короткий, да. у нас это с вами контрольная длина. Мы здесь его не укорачиваем, а мы его просто освежаем для того, чтобы стрижка красиво смотрелась, волосы, которые были уже в носке, и потом они же покрашены у нас, конечно же, подсохли, и нам надо просто немного освежить длину. У нас цель сохранить вот эту линию, вот эту длину сохранить, не делать короче. Мы с вами короче будем делать только то, что у нас было длинным. Здесь вы можете сразу же подровнять окантовку, можете это сделать сейчас, вот как я это делаю, а можете сделать это уже затем на сухие волосы. И вводите вашу окантовку на виске, вводите сразу в окантовку затылочной зоны, для того, чтобы у вас гармонично все переходило. Вот я вам там показала, что у нас идет легкое удлинение. Вот сейчас мы с вами уже переходим к нашей длинной части, к правому виску. Для того, чтобы нам здесь не ошибиться, мы с вами сейчас сразу задаем окантовочную линию, так как у нас с вами определена длина на левом виске, на правом мы просто повторяем длину. Контрольную у нас с вами задана из затылочной зоны. если вы видели, я вам показала сейчас в схеме, и мы с вами продолжаем линию, повторяем линию, как на левом виске. Обязательно делайте проверки, не забывайте. Это важно. Если у вас асимметрия, то тут проверку уже так не сделаешь, это чисто визуально у вас получается, но если у вас точные стрижки, обязательно делайте проверки, не ленитесь, пожалуйста. Я имею большой опыт работы, всегда проверяю то, что я простригла. И теперь мы с вами переходим к виску. Взяли контрольную прядь с затылочной зоны и вводим ее в контрольную линию, то есть в окантовочную линию. Вот у нас две точки, которые я вам показала, это две контрольные линии. Мы точки, вернее, мы их с вами соединяем. Две вот эти пряди мы соединили в линию. еще раз повторю, заданная у нас с затылочной зоны, у нас контрольная и заданная с линии окантовки. Опять же, у нас контрольная линия переходящая, но, как видите, не сильно переходящая, плавно переходящая. стрижка. И мы с вами продолжаем нашу стрижку. Также соблюдаем угол под 45 градусов. Стрижем мы с вами висок также диагональю. У лица подтягиваем. У меня у лица вот эта зона будет все-таки иметь немного удлинения, так как я делаю челку на удлинение. То есть у нас с вами идет асимметричная челка. Она идет не на удлинение вся, а так как у нас еще раз повторю вам, что слева короткая уже была изначально задана, я делаю легкую асимметрию у лица именно за счет челки. Проверяйте пожалуйста все свои срезы. Я проверяю в нескольких направлениях, как вы видите, для того, чтобы у вас все красиво рассыпалось. Переходим дальше. Вводим в стрижку следующий наш блок. Ничего не меняется, мы с вами просто вводим. Так как у нас с вами до этого была прострижена стрижка, здесь конкретно видите, я просто получается освежаю. Если вы стрижете новую стрижку, то также вы вводите в нашу линию уже созданную, которую мы с вами сделали, то есть 90 натяжения срез 45. У нас с вами градуированная форма, и поэтому мы с вами сохраняем линию, которую мы задали. Срез этой линии под 45 градусов. И переходим на нашу уже теменную зону. Многие называют ее топ-зоной. Это естественно произошло от слова от буквы Т, потому что когда мы на схемах изображаем нашу зону деления, когда мы делим на зоны, наша теменная зона обозначается буквой Т. От этого и произошло топ-зона. Каждую простриженную зону мы с вами проверяем еще раз. Вот обратите внимание, что здесь я проверяю и руками, и натяжением пряди. Обязательно смотрите, чтобы у вас было все четко. Не забывайте, что четкость это залог красивой стрижки. Чем мельче вы будете тоньше брать проборы, тем у вас будет более точная стрижка. Пожалуйста, не ленитесь, не делайте большие захваты. тем более в начале своей карьеры. Если вы хотите более хороший результат, постарайтесь брать маленькими проборчиками, работать маленькими захватами, маленькими прядями, потому что еще раз объясню, нам чем тоньше линия, тем более точный срез идет. У нас с вами идет немного удлинение с этой стороны, то есть челка у нас немного идет на удлинение. И вы обратите внимание, что я последние пряди подтягиваю к контрольной. Не переходящие у меня здесь линии идет. Вот видите, уже немного видно, что у лица идет справа удлинение. Вот посмотрите. А тут как видите покороче. продолжаем стрижку. Так как у нас идет небольшая асимметрия у челки и моя модель хочет покороче. У нее здесь была очень длинная. У нас затылок уже прострижен. Я вам там показала КП слово написала. Там контрольная прядь. От нее ориентируемся на длину. И продолжаем создавать форму. сейчас схема будет и вы посмотрите что я подтягиваю контрольную прядь у меня идет смещенная смещенная она идет от пробора на том месте где у вас пробор носит ваша модель и я срезаю под углом углом вы среза задаете сами то есть немного под наклоном моя линия среза не параллельно полу идет она идет под углом обратите внимание как я держу руки вот этот мой наклон я не буду говорить здесь сколько градусов это определяется длиной челки чем короче челка тем больше наклон поэтому вы сами здесь будете его регулировать если у вас длинная челка значит соответственно угол наклона вот здесь конкретно я опускаю руку как вы видите вниз налево если у вас длинная челка будет то вы поднимаете эту руку вверх да то есть у вас получается наверх вы челку удлиняете поэтому вы смотрите именно то что вы хотите сделать стрижку естественно вы можете эту модернизировать по-своему и использовать другие какие-то направления углы у вас будет совершенно другая стрижка но не забывайте что боб это градуированная стрижка и вы сохранить должны именно на затылке угол 45 градусов при срезе значит все мы с вами подтягиваем к нашей контрольной пряди все волосы вот у нас уже задана челка челка у нас с легким удлинением направо идет и дальше мы с вами уже нашу топ-зону встригаем в стрижку проверяете окантовочную линию но как видите я это делаю сразу пока волосы мокрые сейчас мы переходим с вами в челку отделяете ищите самую короткую часть и плавно уходите в длину то есть мы с вами должны свести нашу короткую точку с нашей длинной точкой на виске и вы проводите вот такую вот линию непрямую вы никогда не стригите челки топориком далеко не всем идут такие тяжелые челки вы можете стричь ее топориком только в одном случае если у вас прямая тяжелая челка в данном случае у нас не будет прямой челки так как волос кудрявый вытягивать конечно же моя модель ее не будет поэтому мы с вами делаем сразу же облегченным срезом то есть поинтингом лево право обязательно красиво вводите подходите с любой стороны стригите как вам удобно видите я сначала с одной стороны простригла потом в другой подошла вводите нашу стрижку в челку тоже облегчайте вы сразу же когда начнете причесывать к лицу вы сразу увидите где у вас тяжелые линии где легкие и вы конечно же это все сразу прорабатываете дорабатываете посмотрите у нас уже форма получается форма у нас красивая так еще раз вам напомню я вас жду на обучение всех если вам нравятся мои работы мои стрижки то что я вам показываю то что я рассказываю для вас я прошу вас ставить мне лайки подписывайтесь пожалуйста на меня мне это очень приятно конечно же я отвечу на все ваши вопросы которые вы мне задаете если я что-то пропустила так как иногда не могу все время сидеть в интернете иногда работаю вы не стесняйтесь пишите мне заново я могу просто что-то не увидеть и не ответить так что пожалуйста я готова к общению не забывайте об этом жду ваших новых комментариев на этом как бы вам спасибо на ваших комментариях на ваших лайках и подписках вот здесь вот мы с вами прорабатываем все равно топ-зону и я как бы облегчаю видите вот этот вот к лицу линию я облегчаю я сразу немного поинтингом отфилировала для того чтобы уменьшить объем волос у лица она все-таки любит больше открытое лицо ей волосы мешают и волосы достаточно густые и тут хороши все методы и слайсинг как вы видите я использовала кстати кто-то меня спрашивал про ножницы да у меня универсальные ножницы я могу работать в разных техниках ими сейчас я нанесла средства для формирования локонов и сейчас диффузором как вы видите я укладываю волосы вот у нас уже такая красивая форма получилась обязательно стряхивайте волосы с волос из шеи клиента дальше если требуется лак пожалуйста используйте если не требуется то значит не делайте все зависит от пожелания вашего клиента подписывайтесь на меня спасибо вам большое за то что вы меня смотрите жду ваших комментариев до встречи пока-пока до сих пор пока-пока до сих пор до сих пор